МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Куда пойти после школы? Родители учеников начальных классов возмущают отсутствие продленок. Предъяви регистрацию летать на дронах скоро смогут не все, с чем связаны такие ограничения. Национальная трагедия. Почему представители православной церкви страны считают русских мужчин слабыми? Разбирались наши корреспонденты. Алтайский край попал на гастрономическую карту России. Это федеральный проект, суть которого познакомит жителей, гостей страны с особенностями региональной кухни. Об этом стало известно сегодня в Санкт-Петербурге на Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации при ООН. Среди гостей форума алтайская делегация во главе с губернатором края. Участникам представили алтайский мед, облепиху, сыр и кедровые орешки. Очень много, большой поток идет представителей разных турфирм из России, из-за рубежа, из стран СНК очень много. Они все подходят, обмениваются контактами, информацией, чтобы потом составлять маршруты, по которым они будут своих туристов из своих стран куда-то отправлять в Россию. И, честно говоря, интерес к алтайскому краю большой. Кстати, алтайский край присоединился еще к одному федеральному проекту «Чудо-дети». Они рождаются порой весом не более 500 граммов. Им нужно пристальное внимание врачей и особенная забота родителей. Это я о недоношенных малышах. Сегодня в рамках проекта состоялось первое занятие с мамами «Чудо-деток». Недоношенный ребенок – это бомба, которой не знаешь, что взорвется. Вот они, те самые бомбы. Лежат в двухстенных кювезах в темных очках. Каждые три часа, а то и чаще их осматривает доктор. Иначе нельзя, ведь рожденные совсем крошечными, к примеру, этот малыш весит меньше килограмма, а не требует особого внимания. Врачи следят за дыханием, питанием. Разрешено навещать малышей и мамочкам. Надежда Долгова, своего мальчика, может брать на руки и прижимать к груди. Это метод кенгуру. Говорит, главное верить, что все будет хорошо. Как и ему, так и мне страшно за наше будущее. Главное, ему вселять уверенность в то, что мы справимся, что мы сильные, и все у нас будет хорошо. Это самое главное. Кстати, этой вере в счастливое будущее многих мам приходится учить. Появление малыша гораздо раньше положенного срока. Огромный стресс для них. В рамках школы для родителей и недоношенных детей будут работать четыре педагога, в том числе психолог. А еще реаниматолог, неанатолог и офтальмолог. У таких малышей велик риск развития серьезной глазной болезни – ретинопатии. Что написано в рекомендациях при выписке, их надо обязательно выполнять. И что может произойти, я им буду показывать, что может произойти. То есть отслойку сетчатки элементарно. Сегодня в рамках школы для родителей и недоношенных детей прошло первое официальное занятие. Пришло около 30 человек, только мамы. Хотя здесь ждут и папы, и бабушек, и дедушек. В свое время я была бы очень рада таким лекциям. И даже, наверное, знаете, несколько ситуаций, которые у нас были, зная раньше какую-то информацию, ну, их просто не было. Если врачи сказали, через неделю, через две прийти глаза посмотреть, значит, ну, надо через неделю, через две. Помимо ценных советов, которые дают медики, мамы могут просто пообщаться друг с другом, поделиться своими проблемами, еще получить подарки. Пинетки, носочки вяжут тоже мамочки из благотворительной организации. В федеральный проект «Чудо-дети» рассчитан на год. Записаться в школу могут все желающие, либо оставив заявку на сайте центра, либо позвонив по телефону. Данные сейчас вы видите на экране. Встреча проходит по четвергам. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. А вот родители учеников начальных классов жалуются, в школах города нет продленок, даже платных. В свое время их закрыли из-за отсутствия подходящих помещений для отдыха и досуга от детей. Современные школы вправе оборудовать кабинеты для платной продленки. Но и этим пользуются не все, а предлагают детям кружки и секции. С 9 утра до 12 третий классница Соня делает домашнюю работу, общается и играет с подружками. К обеду ее отвозит на учебу руководитель частной продленки. В школе девочки такой нет, ни платной, ни бесплатной. Вроки делаю иногда, если я их там и не сделала. А еще что делаешь? Сижу с подружкой в учебной. А вот родителям частная продленка бьет по карману. В среднем стоимость занятия 3 до 10 тысяч в месяц. Такую услугу могут оплатить далеко не все родители. Чем занимается ребенок после занятий, если родители на работе? Возможно, ученик прилежный и просто делает уроки дома. Но большинство детей после школы хотят гулять и развлекаться. А если продленки нет и родители заняты, это никто не контролирует. Можно собрать заявление родителей и попросить организовать в школе группу продленного дня. Но даже для платной продленки в организации должен быть кабинет для занятий, комната сна и отдыха. По данным комитета образования Барнаула, таких условий сейчас нет ни в одной школе города. Поэтому пока что детей занимают в секциях и кружках. Необходимы кровати, постельное белье, стирка постельного белья, кадры в первую очередь. Кто это будет делать? Это ведь не просто так. 50 человек захотели, деньги собрали, и мы открыли группу продленного. Тут же пришел СанПин, Роспотребнадзор, и стали смотреть, в каких условиях дети спят. На полу в повалку или как они. Но несмотря на просьбы родителей, продленку в начальной школе закон не предусматривает. Так что мамам и папам остается либо платить частникам за работу с их детьми, либо выгручиваться и успевать все самим. Полина Жданова, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. Туберкулезному диспансеру быть. Подрядчик Селф завершает основные восстановительные работы на долгострое, который край ждет восьмой год. Напомним, предыдущий застройщик не справился с задачей. Нашу съемочную группу пригласили на экскурсию по объекту и показали фронт работ. Прежде чем продолжить строительство туберкулезного диспансера, новому подрядчику пришлось демонтировать часть построек. За несколько лет простоя туб диспансера без консервации, корпуса и коммуникации подверглись коррозии. Восстановительные работы начали с пищеблока. А всего на территории диспансера планируется достроить 19 подобъектов. Мы закончили устройство капитальных стен, перекрытие, кровли и ведутся работы по отделке, по финишной отделке. Вообще на сегодняшний момент таких зданий у нас три в хорошей готовности, которые наименьше пострадали от отсутствия консервации. Отделку также ведут патологоанатомическом корпусе и прачечной. Самый большой пласт работы у строителей на сегодняшний день – инженерные сети. Отопление в корпуса планируют провести уже к середине осени. В настоящий момент ведутся работы по наружным сетям. Это сети теплотрассы для корпуса 1Б и для корпусов отдельно стоящих, которые находятся на этой площадке. Тормозили работу и изменение требований безопасности. Подрядчик проводил обследование и заново разрабатывал проектную документацию по всем помещениям объекта. Большая работа проведена. Мы планово, по мере возможности, после ремонта восстановительных работ делаем, но в полном объеме еще не можем. И когда они закончатся, ну, наверное, ближе к вводу объекта в эксплуатацию. Контракт администрации края с застройщиком истекает в этом году. За это время СЭЛФ успеет выполнить ряд восстановительных и отделочных работ. Чтобы закончить строительство диспансера полностью, подрядчику необходимо еще минимум полтора года и около миллиарда рублей. Дело остается за командной работой. Если финансирование поступит вовремя, туберкулезные больные начнут лечение в новом центре уже через пару лет. Илья Кчетков, Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. А через две недели взлетать можно будет только после регистрации. Владельцы квадрокоптеров весом более 250 граммов должны будут поставить технику на учет. Так решили в правительстве страны. А вот что стало поводом для такого решения, расскажем далее. 70 километров в час и беспилотник уже опасен. В зоне риска, судя по ютубу, все, здания, машины, люди. Подобные ЧПи спровоцировали законотворцев ввести обязательный учет дронов. Чтобы было с кого спросить. Алексей Ефремов опытный пилот, но даже он признает, регистрация нужна. В Барнауле, говорит, почти 3000 владельцев беспилотников. Пойдут ли все на учет, не уверен. Я думаю, будут регистрировать процентов 10 владельцев. Просто потому что они в коммерческой деятельности. То есть с кем обычный человек? Нет. Обычному человеку это неинтересно. Регистрация долгая. Нужны фото беспилотника, его характеристики, тип, серийный номер, количество двигателей, их вид, вес, информация о производителе. На подачу документов в Росавиацию 30 дней с момента вступления документа в силу. Или штраф от 2 до 80 тысяч рублей. Я вот точно не успею поставить свой квадрокоптер на учет. В Росавиации мне сказали, что пока сами не знают, куда направить пакет документов. Так что чувствую, что штрафы я словлю не раз. Если, конечно, поймают. О полете нужно еще и предупреждать. За 24 часа в Зональный центр управления воздушным движением нужно передать план полета. За 2 часа сообщить о готовности летать. Затем о самом запуске. Потом о завершении полета. И видео еще должны разрешить использовать. Эти требования и для частных лиц, и для ведомств. Например, МЧС, которым квадрокоптеры нужны оперативно. При поиске людей, пожаре или паводке. На основе данного разрешения проводятся полеты. Конкретно разрешены промежуток времени и согласно указанных координат. А если нужно в течение 10 минут использовать квадрокоптер? К сожалению, без разрешения соответствующего органа мы не имеем права поднимать воздушное судно. На этом законотворцы не остановятся. Они предлагают летать лишь не выше 150 метров и на расстоянии 50 метров от людей. Если такие поправки примут, то ни один день города с неба уже не снять. Интересно, может быть, законотворцы скоро потребуют зарегистрировать и обычный бумажный самолетик? Ведь он тоже может навредить, к примеру, сбить воробья. А вот они и воробья не обидят и женщину, к сожалению, защитить не могут. Это не мое личное мнение о столичного протеерея Дмитрия Смирнова. Он уверяет, что современные мужчины – это позор России. Ни шубу купить, ни десяток детей воспитать. Мы решили узнать, оживали мужественно сегодня и поручили это выяснить Андрею Дрееру. Есть богатыри настоящие, но это все единицы, остаточки. А должен был быть такой весь народ. Протеерей Дмитрий Смирнов уже много раз отчитывал российских мужчин, а недавно просто назвал их «позором России». По словам клирика, женщины должны сидеть дома, а мужчины воспитывать детей. Зарабатывать, быть сильными физически и духовно. Но действительно ли мужественности больше нет? Основательница Академии женственности Елена Толкунова уверена, Россия пока далека от тенденции стирания границ между мужчинами и женщинами. Традиционные качества полов, по ее мнению, необходимы. Но ведь они возникли не просто так. Женственность и мужественность – это феномен не столько социального порядка, сколько в первую очередь природного. Определенная агрессивность, настойчивость, смелость, решительность мужчины, она проявляется благодаря тому, что в его организме есть тестостерон, а женская мягкость, уступчивость, ласковость, потому что есть эстрогены. Но в современном мире вряд ли можно представить успешную бизнес-вумен, которую к успеху привела уступчивость. Традиционные качества стираются, появились и женщины-трудоголики, и отцы-одиночки. Например, Олег Бельских один воспитывает дочь, но не согласен, что мужественных мужчин стало меньше, по крайней мере, в его кругу. Общаясь с теми мужчинами, которые борются за воспитание ребенка, их нельзя сказать слабаками, потому что слабак он не будет бороться. Он пойдет бухать, еще что-то куда-то развлекаться, а эти борются. Психолог Дарья Хуснидинова вообще против патриархата, а главное – разделение качеств на мужские и женские. Есть конкретный человек, кто-то более эмоциональный, более чувствительный, просто в силу врожденных особенностей. Но о том, что есть чисто мужские, мужчина должен быть только мужчиной, абсолютным. Боже мой, да к нему не подойдешь, с ним невозможно будет разговаривать. По мнению психолога, попытка индивидуальности влезть в тесные консервативные рамки может закончиться плачевно для психики. Возможно, уступчивый мужчина – это не приговор. Что же касается женщин, которых мы опросили на улице, то они, в отличие от священников, трагедии вовсе не видят. Сейчас мужчины стали менее мужественные? Я думаю, что нет. Также мужественные. Больше культурных мужчин, я так считаю. Они уступают место женщинам, таким, как я. Сейчас очень многие мальчики красят волосы, ходят в обсягивающих джинсах. Это не мешает им быть мужественным? Нет. Они также могут защищать своих любимых, своих родных. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Ну вот на этом мы наш выпуск завершаем. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»